Торт Наполеон за 20 минут. Сразу два рецепта. Это самый быстрый торт в моей жизни. Сегодня я покажу вам два моих самых любимых рецепта, как без возни с тестом и буквально за 20 минут приготовить вкуснейший Наполеон. И первый рецепт у нас будет без выпечки. Это самый быстрый и самый вкусный рецепт. Так что смотрите внимательно. Для начала сделаем крем. Возьмите кастрюлю или сотейник с толстым дном. Разбиваем сюда 2 яйца. Лучше, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. И теперь будем взбивать венчиком пару минут. Желательно делать это как можно интенсивно, чтобы яйца хорошо взбились. Тогда у нас получится невероятно нежный крем. Взбиваем буквально пару минут до образования вот такой вот пены. Видите? Во взбитые яйца добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт. И хорошо все перемешиваем. Теперь в несколько приемов я буду добавлять муку. Так как у нас всего 4 столовые ложки, я сначала высыпаю 2 и хорошо все перемешиваю. Самое главное так все размешивать, чтобы не было комочков. И получилось очень однородным и кремообразным. Это в первую очередь зависит от того, как вы вначале взбили яйца. Теперь добавляем еще 2 столовые ложки муки и все хорошенько перемешиваем венчиком. Миксер в приготовлении нам совершенно не нужен. Все очень хорошо взбивается венчиком и особых усилий абсолютно не требуется. Только я вам рекомендую пользоваться металлическим венчиком, так как бывают совершенно разные. И чем венчик надежнее, тем намного легче с ним работать. Теперь добавляем крахмал и опять все хорошо перемешиваем. Мне больше всего нравится использовать кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный, например. Если вы все делаете правильно и в нужной последовательности, у вас непременно все получится так же просто и быстро. Вот такая масса получается, когда мы вмешали всю муку. Посмотрите, какая она нежная, без единого комочка. Так и хочется уже попробовать, но пока еще рано. Добавляем в нашу массу молоко комнатной температуры. Вливаем тоненькой струйкой, постоянно перемешивая венчиком. Почему нужно делать это постепенно, а не вливать все молоко сразу? Ну, во-первых, вам так намного легче будет сделать массу однородной и без комочков, а это очень важно. Во-вторых, именно при такой последовательности крем получается невероятно нежным и очень легким. Когда вы будете делать, вы сразу увидите и поймете, в чем разница. Когда, например, просто сразу смешиваешь все ингредиенты. Кстати, напишите мне в комментариях, почувствовали вы разницу или нет. Отправляем теперь кастрюлю на средний огонь и постоянно помешиваем. Очень важно, чтобы дно сотейника или кастрюли были толстыми. Так будет дольше сохраняться нужная нам температура и крем будет готовиться правильно. А самое главное, он не пригорит и не будет приставать. Это уже проверено не один раз. По мере нагревания массы она будет становиться гуще. Чем больше будет температура, тем крем прямо на глазах будет быстрее застывать. И тут самое главное, не отходить от него ни на секундочку и постоянно помешивать тем самым венчиком. Сделайте самый маленький огонек и мешайте крем до нужной вам консистенции. Как только на поверхности крема начнут появляться вот такие бульбочки, выключайте огонь, еще пару раз перемешайте крем и добавляйте 80 грамм сливочного масла. Масло нужно брать только с жирностью 82,5%. Иначе крем может не получиться, да и такие масла совершенно не полезны. Все хорошо перемешиваем и немного взбиваем венчиком до однородной массы. Запах просто нереальный. Посмотрите на эту текстуру крема. Это сама нежность. Мне очень нравится именно такой вариант приготовления заварного крема. Вот попробуйте приготовить и обязательно поделитесь со мной в комментариях, как вам такой вариант. Теперь перекладываем наш крем в прохладную емкость и дадим ему немного остыть. Можно накрыть пленкой в контакте и убрать на пару минут в холодильник. Но мне больше нравится, когда крем остывает при комнатной температуре. Когда он будет остывать, периодически помешивайте его, чтобы сверху не образовалась корочка. Теперь подготовим наши коржи. Но здесь совершенно все просто. Я буду использовать обычное слоеное печенье. У меня вот такие вот ушки с сахаром и прямоугольное печенье. Можно брать абсолютно любое, какое есть у вас в магазине. Только обязательно, чтобы оно было из слоеного теста. Берем сервировочную тарелку, на которой будем подавать наш тортик. Устанавливаем разъемное кольцо, чтобы быстренько и удобно собрать. И все бока аккуратно закроем пищевой пленкой, чтобы потом легче было разъединить форму и края тортика были в идеальном состоянии. Все подготовительные работы закончили и начинаем сборку. На дно тарелки выкладываем печенье, чтобы вся поверхность была занята. Если любите очень влажный торт, можно сначала смазать тарелку кремом, а потом уже выкладывать печенье. Но мне больше нравится так. Тортик очень хорошо пропитается. Теперь аккуратно выкладываем наш крем и распределяем по всей поверхности. Выкладываем на крем печенье следующим слоем, так, чтобы заполнить всю поверхность. И опять выкладываем крем. Крема я не жалею, так, чтобы тортик хорошо пропитался и не был сухим. Но так рассчитайте, чтобы у вас хватило на все слои и верх тортика. Я буду делать не очень высокий. У меня всего 4 слоя. Собирается тортик очень быстро. Верх тортика тоже обильно смазываем кремом. Теперь сделаем украшение для верха. Я возьму печенье, можно оставшееся от коржей, а можно любое другое слоеное. И превратим его в крошку, измельчая скалкой. Можно измельчить в блендере, но мне так больше нравится. Так вы видите, какого размера у вас получаются кусочки. И можете этот процесс контролировать. Сильно мелко тоже не нужно измельчать. Вот такая крошка у меня получилась. Теперь верх тортика аккуратно посыпаем крошкой. Лучше это делать сразу, как собрали тортик. Так крошка тоже пропитается кремом и наполеон получится просто бесподобным. Обильно посыпаем верх. И все, наш тортик готов. Отправляем его на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался. Но я рекомендую оставить его на ночь. Так он будет просто сказочно нежным и очень хорошо пропитанным. Все, осталось только убрать разъемную форму и их красиво подать на стол. Убираем аккуратно пленку. Видите, благодаря пленке форма очень легко разъединилась. И самое главное, бока тортика остались совершенно идеально ровными. Я их смазывать кремом не буду, так как его уже здесь достаточно. Но украшу бока той же крошкой, которую украшала верх. Крошка очень легко пристает к бокам. И дополнительно кремом для этого их смазывать не обязательно. Но если вы любите очень влажные торты, тогда можно сделать. Все зависит только от вашего желания. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Сказочно красивый торт. Абсолютно не сложно, быстро и не нужно быть кондитером, чтобы такое приготовить. Очень рекомендую. Мне уже не терпится разрезать и посмотреть, какой же он внутри. Это очень все аппетитно выглядит. Тортик очень хорошо пропитался. И даже на срезе ваши близкие, друзья или гости ни за что не догадаются, из чего он сделан. Так что смело можете их удивлять. Самое время пробовать. Очень мягкие, хорошо пропитанные коржи. Невероятно нежный, в меру сладкий воздушный крем. Ммм, это настоящее блаженство. Попробовав один раз этот тортик, вы больше не захотите возиться с настоящим Наполеоном. Я вас просто уверяю. На вкус он бесподобен, а готовиться мгновенно и совершенно не сложно. Абсолютно не отличишь от традиционного варианта. А до чего же вкусно вышло? Когда очень хочется чем-нибудь вкусненьким порадовать себя и своих близких, такой тортик станет отличным вариантом. Второй рецепт для любителей классического рецепта. Без печенья, но тоже ленивый вариант. Делается очень быстро и совершенно не сложно. 20 минут и тортик готов. Неотъемлемой частью этого десерта является слоеное тесто. Приготовление которого отнимает немало сил и времени. Поэтому, чтобы порадовать себя и своих сладкоежек, и при этом сэкономить собственное время, прибегнем к маленькой хитрости. И приготовим торт из готового теста. Для нашего рецепта нам понадобится 1 кг слоеного бездрожжевого теста. Тесто мы нарезаем на полосочки шириной примерно 2 см. Длина полосок зависит от того, какой тортик вы хотите сделать. Можно разрезать полоски пополам, а можно оставить всю длину. Нарезанные полоски выкладываем на застеленный пергаментом противень. И отправляем в духовку запекаться минут на 15-20 при температуре 200 градусов до яркого зарумянивания. Пока наши полосочки выпекаются, давайте приготовим крем. Хоть рецепт у нас и ленивый, все же крем у нас будет заварной. Но не совсем обычный. Это одна из вариаций крема со вкусом мороженого пломбир. Но уже на более нежной основе сливок. Его очень часто еще называют дипломат. В предыдущем видео я детально показала и рассказала, как совершенно без лишних хлопот приготовить этот крем. Если вы еще не видели этот рецепт, ссылочку я оставила в описании под видео. Для сборки торта я буду использовать пищевую пленку. Выкладываем наши слоеные палочки и обильно все смазываем кремом. Так повторяем с каждым слоем. Теперь аккуратно укутываем наш тортик со всех сторон пищевой пленкой, формируя так называемое полено. Часть крема нам нужно будет оставить для того, чтобы потом украсить наш тортик. Отправляем наш наполеон в холодильник хотя бы на несколько часов для пропитки. А лучше всего на ночь. Так коржи пропитаются и он будет просто невероятно нежным, воздушным и безумно вкусным. После того, как будущий наполеон постоял в холодильнике, аккуратно разворачиваем пленку и выкладываем наш тортик на тарелку. Украшать торт мы будем остатками слоеного теста. Для этого достаточно просто хорошо раскрошить его. Я это делаю просто руками, так как тесто очень нежное и довольно-таки хорошо крошится. Аккуратно смазываем наш тортик со всех сторон остатками заварного крема. Теперь посыпаем крошкой, так чтобы вся поверхность максимально была ею закрыта. Наверное, это самый традиционный способ украшения Наполеона. Вот и все. Наш простой и быстрый вариант тортика Наполеон готов. Такой торт получается необыкновенно ароматным и нежным. Он понравится даже самому искушенному сладкоежке. Конечно, кремы приготовили не совсем ленивый, но поверьте, он того стоит. Тем более, что готовить его очень просто, а результат не сравнит ни с чем. Очень надеюсь, что вам понравился мой рецепт быстрого и простого Наполеона. Если это так, не забудьте поставить лайк и жду ваших отзывов в комментариях. Какой вариант вам понравился больше? Буду ждать! Подписывайтесь, если вы еще не со мной и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем приятного аппетита и до новых встреч на канале Сладкая Жизнь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok